Это рубрика more and be like. Я сегодня слегка вульгаризе, ну там типа nothing, ну то есть в плане, ну типа вообще там нюд. Сегодня никто не обсуждает со мной. Боже, что это гриб? Что это за грибочек такой тут у нас потерялся? Я просто какой-то знаете королевы посудомойки. Мужчина, а можно своей ладе так не делать? Я сейчас как-то нажму ёб твою. Ага, и ты остался, блядь, а я съебался. Никто не обсуждает, какая я писи сегодня. Малыш, я даже ни изюма, ни курага, как обычно. Я слива, пламп, слива, спелая садовая, блядь. Поедем мы, помчимся. Так, зая, аккуратно. На оленях утром раним и нечаянно ворвемся в эту, сука, блядь, зарю. Боже, я ничего не понимаю. Что это за знаки такие? Тут можно налево? Кто придумал это говно? Явно не я. Была бы моя воля, все было бы написано словами. Не надо путать работу и удовольствие. То, что вы насмотрели с этих пиздоболов, которые с пеной рта рассказывают, как они обожают свою работу, это самовнушение. Работа позволяет вам получать те самые удовольствия, но в удовольствие сама она быть не может. Обычное вымещение своих комплексов на слабых, это удел таких, знаете, слабеньких мужичков, таких вот уебищных, которых в своих кругах не уважают и шпеняют. И вот они начинают унижать более слабых. Это классик. Пойди, я вообще на твоем месте даже не запаривался, сходил, хуже не будет. Хоть развеешься, бесплатно кофе попьешь, сэкономишь. Понимаешь? Думай глобальней. А вот это вот я не очень. Да и похуй. По степени вашей проблемы хотелось бы поинтересоваться. А вы никогда не задумывались над тем, что он просто латентный пидор? Потому что загоняться за своей внешностью и понимать, что баба в отношениях мужика, а он не очень и никак не пытаться исправить ситуацию, это странно. Просто понимаю, а к чему вам это? Для того, чтобы смотреть, как другие могут себе что-то позволить, пойти в ресторан, поесть на 10 тысяч, а вы нет, и постоянно пить воду за 800 рублей, которая для них копейки, а для вас это недельный бюджет. Вы, конечно, можете его добиваться и, возможно, даже добьетесь впоследствии, но учтите, при любом недовольстве вашем, высказывании своего «я», он всегда сможет вам сказать, ты сама хотела этого, и вот в ответ ничего не скажешь. Я считаю, что полюбить кого-то можно, при этом не любив себя, быть неуверенным в себе и потом очень страдать, но тем не менее придерживаясь того мнения, что как человек вот себя внутренне видит, какие флюиды энергетики от него исходят, и чаще даже на них обращают внимание, а не на внешнюю составляющую. Точно, вся моя семья смотрит мой инстаграм, я частенько здесь им передаю что-то в стиле «Мам, я не могу тебе дозвониться, увидишь этот снэп, перезвони». Ну, в таком ключе, маму только не надо перезвонить. Вот, поэтому, конечно, раньше у меня была какая-то несусветная любовь с лавиттоном, у меня прям все сумки были, монограны, шашки, все. А сейчас я в любви с Сен-Лораном и с Куча. Мне эти сумки нравятся. Чем от меня пахнет, сейчас покажу. На данный момент у меня вот эти вот любимые духи, я их так называю «духи настроения», почему-то, не знаю, поднимают они, как необычно пахнут. Вот эти. Хермос мой. Да вся моя молодость прошла в плашных, блядь, дешевых напитках. Синий страйк, молоко «Любимая женщина», «Виноградный день», «Водка-белочка», «Пивооблонь», «Пивоохота крепкая», «Парламент», «Ой». Да пока вы будете себя всем этим ебать, лазить, рыскать, смотреть, кто кого добавил, кто что лайкнул и так далее, но потом, да вы с ума сойдете. Это все от неуверенности в себе и в своем партнере. Неуверенность в своем партнере? Да нахуй его. Зачем тебе нервы мотать? Вы же королевы. Могу вам сказать, что по адресу. Я, когда выпью, очень люблю казаться хуже, чем я есть. Я даже специально рассуждаю как-нибудь так мразно, чтобы человек был в шок от меня. Мне почему-то нравится, когда во мне разочаровываются те, кому я нравлюсь, например. Дорогой мой человек, я столько всего в ебало делаю, мне же нужно расписать правильно врачей по дням. Плюс ноготочки, плюс ты рыбой, рыбровочки, понимаешь, стрижечки. Я пользуюсь таймпейджем, плачу там, по-моему, полторы тысячи рублей в год, но мне он очень нравится внешне и по функционалу очень удобно. Мой стиль можно охарактеризовать как старая бабка-театралка. Ни за какими трендами я не слежу, никогда не следил, одеваюсь всегда, как я хочу. А, наверное, я не слежу за этим всем, потому что просто у меня на это все денег просто не хватит. Наверное, поэтому. Я что-то стою с челом, бежу там слово за слово, хум-пост, что-то мне там надо было, а-ля бытовая техника. А вот, смотрю, куда он смотрит. Да у меня тут приоткрылся голый сосочек, знаете, такой, guten Tag. Я говорю, да ладно, с кем не бывает.